Жихар Жлобин, Юра Сенаженский, опынулся у лику тех, кто знайшел у паштовой скрыне поведомление об необходимости оплатить сбор по декретию номер 3. Отлик беспрационного стажу почался с того момента, как молодой человек пришел из армии. После оператива устал выбор профессии и час, который потребился на самовызначение. Пошел к прационного места и профессиональную стажировку перекрыл необходимые 183 дней. Я обратился в налоговую службу и направили меня в райисполком. Я собрал документы, я устраивался, проходил комиссию. Все собранные документы рассмотрели и приняли решение освободить меня от сбора. Подобные истории еще у 68 Жихаров Жлобинского района. Минавито стольких человек вызвалили от выплаты сбора в связи с тяжкой житевой ситуацией. Это амалькожный другий человек, який звернулся с ответной заявой. Проблемы со здоровьем, смена места работы – наибольшие распространенные причины, с которыми свертаются люди. Про все нюансы нам рассказали в Жлобинске мраевые конками. Соправды про поступление на работу многим треба проходить профессийные, психологичные тесты и прационные стажировки. Отбор супрацовников идей вельмедбайный, в некоторых ситуациях на это сходит шмат часу. Когда человек документально подтвердил, что проходил процесс працевладкования, его вызволяют от выплаты сбору. Каждое заявление рассматривается индивидуально. Заявления граждан, проживающих на селе, рассматриваются с участием председателей сельских исполнительных комитетов для пояснения вопросов, возникающих во время рассмотрения заявлений. Также практикуем привлечение председателей ЖСПК и КИЗов для более глубокого изучения ситуации в семье при рассмотрении заявления гражданина. Рабочая группа Жлобинского райвы Конкамах – это 11 человек, представники социальной обороны, оховы здоровья, жилево-коммунальные господарки, адукации, милиции, инспекции по податках и сборах. Заявы про моя служба «Одно в окно» с 8 ранницы до 5 вечера. Працует служба и в субботу с 9 до 12 годин. А кроме того, в любой день, тыдня можно свернуться за консультацией на прямую линию. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель», Жлобинский район.